Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Добро пожаловать на видеоурок в шахматной школе Евгения Гринеса. И сегодня я хочу вместе с вами проанализировать одну партию, по которой я уже делал видео. И это было второе видео из серии знаменитые шахматные партии. И это было одно из моих первых видео. И тогда я не имел возможности делать видео более 15 минут. Это было ограничение, установленное YouTube. Ну и тогда эту партию я показывал за примерно 13 минут. Думаю, что сейчас это получится несколько более длинное видео. Ну и вы можете сами посмотреть разницу. Хотя я тогда тоже старался сделать всё, что я мог за короткое время. Ну а сегодня это будет одно из тех видео, где я рассчитываю на то, что вы будете принимать активное участие в этом занятии. Потому что по ходу этого видео я буду задавать вам определенные вопросы, касающиеся хода с одной или с другой стороны, где можно было сыграть лучше и как. в общем-то мы будем подробно разбирать если не каждый ход, то в общем почти каждые ходы, чтобы действительно понять и чему-то научиться из этого видео. В принципе, это видео для тех, кто хочет как-то улучшить свою игру. Так как если вы будете активно принимать участие и отвечать на поставленные вопросы по мере ваших сил, я думаю, это должно принести вам пользу. Ну а кто не будет активно участвовать, тот может просто получить наслаждение от партии, которую я буду показывать, потому что эта партия одна из лучших партий за всю историю шахмат. Её можно спокойно отнести к лучшим партиям шахматной истории. Но для тех, кто ещё не знает, я в этом месте сообщу, что если партия будет длиться более 30 минут, то вы посмотрите, пожалуйста, в примечания под партией. И вы увидите там такую ссылку на определённое время. Нажав на эту ссылку, вы можете открыть эту партию уже почти до конца. И можете тогда возвращаться к началу партии, к середине, к другим каким-то моментам. То есть вы не будете обязаны смотреть партию сначала до конца, кто этого не хочет. Но ещё выгоднее открыть примечания к партии, развернуть их полностью. там можно увидеть много интересного. И, наверное, будут ещё временные ссылки также на другие важные точки этой партии. В этой партии белыми играл экс-чемпион мира, точнее, первый чемпион мира Вильгельм Стенец. И его противником был немецкий шахматист Курт фон Барделебен. И это был достаточно сильный гроссмейстер того времени. Значит, эта партия игралась в одном из сильнейших турниров XIX века в 1895 году в Гастингсе, где принимали участие большинство сильнейших шахматистов того времени. И к моменту этой партии фон Барделебен ещё ни разу не проиграл и имел очень хороший результат, высокий результат. Стенец в 1895 году уже не был чемпионом мира. Чемпионом мира был Ласкер. Ну и Стенец уже был немолодым, но в этой партии он проявил всё умение, такое, как он показывал в свои юные годы. А вообще, кто не знает, то Вильгельм Стенец был основателем позиционной школы шахматной игры. Он установил основные позиционные правила. Слабые пешки, слабые поля, слабые фигуры, то есть слабости в позициях, сильные и слабые пункты, открытые линии, инициатива. И вот одно из его положений было то, что сторона, которая владеет инициативой, должна атаковать. Иначе эта инициатива улетучится. Это преимущество может улетучиться. Ну а в молодые годы Стенец был очень сильным также тактическим шахматистом. У него обладал прекрасным тактическим зрением, играл очень остро. На моём сайте есть страница, где можно найти 400 партий Стенеца, и, наверное, там будут партии, которые он играл в молодые годы, и, так сказать, бесшабашно, и жертвовал, и в лучшем комбинационном стиле. Атака Стенеца известна как оппозиционном шахматисте. Ну и чем эта партия ещё известна? Значит, тем, что... Ну, во-первых, конечно, великолепной комбинацией, которая запоминается очень хорошо и проведена Стенецом с очень большой силой. Ну и ещё чем запоминается эта партия? Тем, что противник Стенеца, Курт фон Барделебен, когда понял, что он проигрывает, и он не сдался так, как было положено, и как сейчас положено, он не сдался, не пожал руку своему противнику, а молча покинул турнирный зал. Правда, позже он написал записку о том, что он сдаёт эту партию. Ну и когда он покинул турнирный зал и не вернулся, то Стенец после этого показывал зрителям, как должна была закончиться эта партия. Хотя его противник не дал ему возможность разыграть окончание этой партии на доске. Ну и после того, как эта партия была сыграна, во-первых, Стенец получил за эту партию приз за красоту в этом турнире. Эту партию он считал лучшей своей партией, из всех партий, которые были им сыграны. Ну и после этой партии она была ещё много анализирована, искались ошибки из-за белых, из-за чёрных, какие-то усиления. И много, особенно советские гроссмейстеры анализировали партию. То есть внимание к этой партии было очень большое. Давайте начнём смотреть, что происходило в этой партии. e4, e5, Кf3, Кc6. Значит, Стенец играет белыми. Cc4, Cc5. Это эти ходы, и особенно следующий ход c3 показывает дебют этой партии. Это итальянская партия. Ну, ясно, что белые сыграли c3 для того, чтобы пойти d4 и захватить пешками центр. И здесь мой первый вопрос. Могут ли чёрные препятствовать ходу d4? И каким образом? Значит, вот после того, как я задаю вопрос, я вам советую воспользоваться кнопкой паузы на YouTube. И под видео есть кнопка паузы. Вы можете сделать паузу в видео, подумать над вопросом. И если вы придёте к каким-то умозаключениям, то потом запустить видео дальше, чтобы оно шло, и вы услышите, что я буду говорить, и как я буду отвечать на эти вопросы. Причём польза будет, даже если вы неправильно будете полагать. Но когда вы услышите, как было правильно, вы можете подумать, почему вы, скажем, не видели правильного хода или неправильные умозаключения не делали. И это тоже должно оказать вам пользу. В следующий раз вы будете уже понимать шахматы лучше и что-то делать в шахматах лучше, например, расчёт вариантов или оценка позиции. И поэтому это даст вам пользу для будущего. Ну вот, допустим, чёрные могут препятствовать продвижению d4 ходом ff6. Хорошо это для них или плохо? Значит, из общих соображений это нехороший ход, потому что чёрные рано вводят в игру своего ферзя. Как известно, когда ферзь раньше времени входит в игру, то он может быть атакован фигурами и пешками противника. И иногда эти фигуры могут с темпом развиваться, а ферзь должен уходить из-под боя и терять время. Значит, на ферзь f6 белые играют всё равно d4. И на взятие они могут сыграть e5. Вот пешка нападает на ферзя. Ну, кажется, может быть, чёрные могут побить пешку конём. Конь берёт на e5, но после хода ферзь e2 конь связан. И поэтому он не может отойти и, например, после dc белые берут коня e5. Ну, здесь вариант может быть ещё такой. Слон берёт на f2, то есть если сейчас ферзь возьмёт, то чёрные могут коня взять с шахом. Тогда лучше всего король d1, d5 может последовать. И здесь сильный ход у белых. Конь берёт пешку и в случае взятия слона, конь d5 нападает на ферзя. А чёрным надо следить за отскоками этого коня. Он же может отскочить в любом случае. И вот выясняется, что нет хорошего поля для ферзя. Например, если ферзь e6 пойти, то конь берёт на c7 вилка. То есть ферзь не может перегородить линию e. Если пойти, скажем, ферзь 8, то конь отскакивает на c6, шаг от ферзя, и ферзь теряется. Скажем, конь берёт... Конь был связан, но у белых здесь большой материальный перевес, достаточный для победы. Ферзь против коня и трёх пешек. Ну, а если пойти после e5 ферзь g6, то белые могут побить. Если чёрные возьмут пешку, нападая на ладью, то ладья g1. Теперь слон может уйти из-под боя с шахом. Но конь c3 и ферзь h3. И вот видно, значит, ферзь здесь забрал пешку, делал ходы, но чёрные отстали в развитии, и поэтому здесь есть такой удар. Комбинационный слон берёт на f7 шаг. Если взять королём, то конь g5 шаг, и выигрывается ферзь. В любом случае после слона f7 шаг у белых при материальном равенстве очень большое преимущество, так как король чёрных теряет право рокировки и остаётся в центре. После хода c3 другое возможное продолжение чёрных было бы ферзь e7, чтобы также помешать белым пойти d4 и защитить заранее пешку e5. То есть, в принципе, чёрные чёрные не мешают, но они, может быть, хотят уйти слоном на b6. То есть, скажем, белым лучше всего сначала рокировать, убрать короля. Чёрные могут убрать слона заранее, и после d4 пойти d6. То есть, таким способом укрепить свою позицию в центре, не меняться. Но белые стоят лучше, их фигуры лучше. Слон несколько чёрных стеснён пешками, хотя чёрные держат, но у белых есть преимущество здесь в связи с лучшим развитием. Чёрные потеряли темп, может быть, у слона g5 есть ход, может быть, d5, хотя хотя ход d5 перекрывает диагональ слону, белые захватывают пространство. Или такой ход, как a4. В общем, или просто, например, h3, чтобы не сделать связку. Ну и некоторое преимущество у белых. Ну а в партии чёрные сыграли Кf6, и это теоретический ход в итальянской партии. И белые здесь играют d4. Вопрос. Почему нехорошо играть слон b6 в этой позиции? Слон b6 слишком пассивен. Белые могут побить пешкой на e5. Если чёрные здесь возьмут на e4 в ответ, то последует ход fd5. Двойное нападение на коня и на пункт f7. Если слон f2, то король f1. И у чёрных висят фигуры. Значит, грозит мат. Надо, наверное, рокировать. Тогда теряется конь, и потом висит ещё и слон. Ну, несколько лучше в этой позиции не конь берёт на e4, а конь g4. Но тогда белые играют. Слон берёт на f7 шах. Король берёт на f7, конь g5 шах. Король e8, ферзь берёт на g4. Белые отыгрывают фигуру. У них сейчас две лишних пешки, но чёрные могут взять одну пешку. Но после fg3 у белых преимущество, т.к. король чёрных уже не может рокировать и остаётся в центре. Поэтому слон b6 был не сильным ходом. Но на d4 чёрные взяли пешкой. Белые берут. И у чёрных здесь есть самый сильный ход, это шах, чтобы не терять время на отходы слона. Чёрные отходят, но с шахом. И здесь у белых есть выбор, как закрыться. Можно закрыться конём. Можно закрыться слоном. Это оба варианта основные в итальянской партии. Вот если закрыться слоном, то вопрос, могут ли чёрные побить пешку на e4? Как белые ответят? Значит, если чёрные в этой позиции берут на e4, белые берут слоном слона. Конь берёт на b4. Теперь у белых есть ход. Слон берёт на f7 шах, король f7, ферзь b3 шах, d5. Здесь конь e5 шах. То есть шахом белые ставят коня в центре. Король e8. И ферзь берёт коня назад. И у чёрных остаётся король в центре. Пока они не проигрывают форсированно, но дальше они играют при материальном равенстве с королём в центре. Поэтому если белые играют слон d2, то чёрные отвечают по теории слон берёт на d2, конь берёт на d2. И здесь чёрным надо играть d5. Потому что если они не сыграют здесь d5, то у белых будут две сильные связанные пешки в центре. То есть белые получают преимущество в центре. А с помощью хода d5 чёрные устраняют одну из пешек. Белые берут и конь берёт. И вот это позиция с изолированной пешкой у белых, где чёрные пытаются блокировать эту пешку на поле d5. Вот и конь стоит. Они пытаются этого коня защищать и удерживать поле перед пешкой. А белые пытаются использовать изолированную пешку для захвата инициативы так как у них более свободное развитие фигур. Например, они могут здесь пойти Фb3, создавая давление по этой диагонали. Ну вот в этой позиции есть у чёрных, например, вот такой защитительный ход. Конь e7, защищая коня d5, потом планируя c6, укрепляя этого коня. А ещё один есть ход в этой позиции, это конь a5. Нападая на ферзя и на слона, белые должны дать шаг. И конь c6. Возвращаясь и в этой позиции, если у белых есть преимущество, то минимальная. Скорее всего шансы примерно равны. Вот. Поэтому это почти форсировано получается после хода слона d2. А стейнец пошёл вот здесь более остро. Конь c3. Конь c3 ведёт вообще к очень острым позициям, где белые и жертвуют фешке. И вообще тут надо знать теорию и за ту, и за другую сторону. Например, в одной из партий с теницем чёрные отвечали. Конь берёт на e4. В этом же турнире, в Гастингсе, Конь берёт на e4. Рокировка. Слон берёт на c3. bc и d5. И здесь чёрные уравнивают игру. А вообще, если... Значит, у них лишняя пешка. И если обе стороны правильно играют, то, может быть, у чёрных будет минимальное преимущество. Поэтому вот эти варианты сейчас редко встречаются. Ещё после слона c3 bc... Слон берёт на c3. Есть у белых такая атака ходом d5. То есть они не берут даже слона. А d5 атакует коня. Это называется атака Мюллера. И она ведёт тоже к очень острой игре, которую тут надо знать все варианты. Но можно знать, что есть такая атака. Может быть, белые не получают здесь преимущества, но варианты очень острые. И это позиция... И дальнейшая игра была далеко проанализирована. Ну, поэтому, если есть желание играть такую позицию, можно играть d5 здесь. А в партии после конь c3 фон Барделебен не взял на e4, а сыграл здесь d5. Ну, и это несколько хуже. Потому что он, видно, видел партию, где против стенницы играли. Конь берёт на e4. И он решил пойти здесь d5. Хотя конь берёт на e4 сильнее. Последовало ed. Конь берёт на d5. И белые здесь сделали рокировку. Здесь конь стоит несколько неустойчиво на d5. Но здесь вопрос. Могут ли чёрные взять на c3? И если могут, то какой фигурой им лучше брать? Конём или слоном? Или им лучше воздержаться вообще от взятия на c3? Вот как вы думаете? Сделайте паузу и попробуйте оценить позицию. Ну, посмотрим. Если взять слоном на c3 и в этой позиции взять пешку ещё конём, то после ферзь e1, шах, двойной удар. Это шах, и белые забирают коня c3. Если побить конём на c3, если здесь взять слоном, то у белых есть такой удар. Ферзь b3. Под ударом слон и пешка f7. Слон может взять ладью. Тогда слон берёт на f7 шах. Ну, на король e7 может последовать слон g5 шах с выигрышем ферзя. Поэтому если король d7, то белые сразу ставят мат в один ход после ферзь e6. Матует короля. король f8. Здесь у белых есть сильный шах. Слон a3. Вот белые работают по двум диагоналям. И у короля нет ходов. Поэтому конь e7. Ну, здесь белые могут взять вот просто немножко материала назад. То есть они сейчас без качества. Но угроза ладья e1. И у чёрных нет защиты от этой угрозы. Так как на любой ход чёрных следует ладья e1. И белые заберут этого коня. И король чёрных под атакой. Ну, после bc, после конь берёт на c3 bc, лучше пойти чёрным в слон e7. Не брать пешку. Ладья e1 следует. Рокировка. И d5. И в этой позиции у белых лучшие шансы. То есть у белых преимущество. Но чёрные могли играть. Хотя позиция и хуже. Ну, после рокировки Борделебен не бил на c3 ни слоном, ни конём. Он сыграл слон e6. И это, возможно, лучшее продолжение, чем взять чем-то на c3. Значит, защитил более надёжно своего коня. Перекрыл пока линию e. Защитил короля. Белые играют слон g5. С темпом выводят фигуру. И в этой позиции чёрные ответили слон e7. И это не самый сильный ход в этой позиции. Значит, если знать, как продлилась эта партия, что было в этой партии, то можно предположить, что ферзь d7 было несколько лучше. Например, слон берёт на d5. Ладья e1 шаг. Ну, здесь король f8 надо играть. На слон e6 есть ход d5. Вилка на 2 фигуры. Ну, а если играть слон e7, это будет, наверное, ещё хуже, чем в партии. А король f8 оставляет короля чёрных в центре. И у белых в связи с этим, конечно, лучшие шансы. Ну, и играть чёрные как-то могут, если учесть, что они получили в партии. А в партии чёрные пошли слон e7. И начиная с этого момента разменивать фигуры. Слон взял на d5. Слон взял на d5. Конь взял на d5. Ферзь взял на d5. Слон взял на e7. Конь взял на e7. Вопрос. Чего белые достигли этими разменами? И чья позиция здесь лучше, белых или чёрных? И ещё один вопрос. У белых здесь есть такая пешка на d4. Эта пешка изолированная. И является она в этой позиции силой или слабостью. Ну, а первый вопрос был, чего достигли белые. После хода ладья e1 белые задержали чёрного короля в центре. Конь чёрных попал под связку. Из-за этого король не может рокировать. И стоит здесь пока под ударами. Хотя для этого позиции белым пришлось разменять несколько фигур. Ну, что чёрным делать? Значит, ждать, пока белые ещё больше соберут свои силы. Они не могут. Их король, находясь в центре, не даёт ладьям соединиться. То есть, вступить в игру. Ну и чёрные придумали пойти здесь f6. И предполагают сделать такую искусственную рокировку. Вывести короля на f7. Потом, например, пойти ладья e8. И король g8. И вот таким медленным способом как бы искусственно рокировать. Ну, в этой позиции стейниц сыграл ферзь e2, усиливая давление по линии e. Позже советские аналитики установили, что здесь возможно сильнее был ход ферзь a4 шах. Ну и они потом сопровождали это всё вариантами, какими-то длинными, и доказывали, что это был более сильный ход. Но это всё очень сложно, и мы не будем смотреть эти варианты. Это имеет, так сказать, такое научное значение. А ферзь e2, естественный ход, так как сейчас чёрные не могут ходить короля в 7, они должны защитить коня. Ферзь d7 защищает коня. Ну и какой здесь естественный ход для белых в этой позиции? И какой ход выбрал Вильгельм стейниц? Как бы вы пошли? Значит, белым нужно вводить оставшиеся фигуры в игру. В данном случае это ладья. Значит, кто смотрел моё видео «Атакуем с Полом Морфи», тот знает, что Пол Морфи не атаковал, пока он не вводил все свои силы в игру. И Вильгельм стейниц был с ним согласен и действовал по такому же принципу. И поэтому в этой позиции он играет ладья c1. Он занимает линию c ладьёй, нападает на пешку c7. Ну вот, оказывает давление на позицию чёрных и создаёт этим ходом такую ловушку. То есть, он предполагает, как пойдут в этой позиции чёрные. И немножко блефует. То есть, рассчитывает на определённый ответ противника. И в партии этот блеф оправдался, так как в этой позиции чёрные сыграли c6. И вот это стейниц и хотел получить. Ну, также потом установили, что у чёрных была лучшая возможность, а именно пойти здесь король f7. И это соединяло ладье. И король мог достичь быстрее надёжных полей. Выясняется, что у белых нет большого преимущества. Ну, Борделебен чего-то испугался. Не пошёл король f7. Возможно, это был вариант жертвокачества. Ферзь берёт на e7. Ферзь берёт, ладья берёт, король берёт. Ладья берёт на c7. И ладья вторгается на седьмую горизонталь. Здесь лучше всего чёрным было пойти. Король d6. Например, ладья берёт на g7. Ну и здесь чёрные могли начать контратаку. Ладья c8, угрожая матом по первой горизонтали. И белым надо делать форточку. g3. И тогда ладья c7. И у чёрных получается лучшее окончание. Так как после размена ладьи у белых слабоватая пешка. Вот в окончании изолированная пешка – это слабость. А у чёрных активная ладья, так как все линии открыты для ладьи. И поэтому эта ладья сильнее, чем конь и 2 пешки. А если после короля f7 сыграть, например, конь d2, то ладья e8, конь e4, b6. И у белых, если есть преимущество, то очень небольшое. Или позицию можно оценить как примерно равную. Кстати, я сейчас вспомнил, что я не ответил на свой вопрос касательно пешки d4. Значит, это было в этой позиции. Первый вопрос был чего достигли белые, и мы на него ответили. А вот насчёт пешки d4. Значит, изолированная пешка может быть слабостью, как мы видели, в окончании. Или если чёрным удастся её заблокировать, но не ферзём, потому что ферзь это плохая блокадная фигура. И то есть, если чёрные не дадут возможности пешке пойти вперёд. А если пешка сможет пойти вперёд, то она становится уже силой. Ну и вообще, это единственная пешка в центре, которая в данной позиции будет являться сильной. И мы увидим в дальнейшем почему. Особенно после этого хода c6, сделанного Борделебена. Вот здесь такой вопрос. Значит, вот именно этот ход Борделебена и дал стейницу возможность провести блестящую комбинацию. И создать произведение искусства. Поэтому мы должны быть благодарны тому, что Борделебен пошёл именно так. Значит, вот такой вопрос. какое поле в этой позиции, какое поле чёрных можно назвать слабым полем? И особенно если на это слабое поле сможет проникнуть белый конь. То есть, вот куда белые хотели бы поставить своего коня. Ну и ответ на этот вопрос мы увидим после того, как белые сделали ход d5. И ход этим ходом Вильгельмстейнец жертвует пешку. Это позиционная жертва пешки. Значит, эту пешку нельзя, естественно, брать конём, потому что конь связан. Её нельзя брать ферзём, потому что ферзь защищает коня. Если взять пешку ферзём, то белые просто ставят мат. Значит, её можно взять только пешкой. И тогда белые хотят пойти конём на d4 и в дальнейшем занять вот это поле, самое такое слабое поле e6, поскольку пешка f7 пошла на f6 до этого и перестала защищать поле e6. Вот после одного такого простого продвижения, оказывается, а пешки d у чёрных нет уже давно, и вот поэтому поле e6 не защищено. И поэтому вот в этой позиции белые должны были подумать, нельзя ли как-то проникнуть конём на e6. И на этом поле он защищён двумя тяжёлыми фигурами, ферзём и ладьёй. То есть, его побить нельзя. И вот когда, если хорошо об этом подумать, то приходит в голову идея позиционной жертвы пешки d5. И это блестящий ход. Блестящая жертва пешки. Во-первых, после того, как пешка c берёт на d5, открывается линия c для ладьи. Во-вторых, освобождается поле d4 для коня. И поэтому вот такая комбинация называется в теории комбинация на освобождение поля. Вот освобождение поля d4. А также это комбинация на блокаду. Потому что после того, как пешка чёрных возьмёт на d5, она блокирует как бы поле для своего коня. Если бы конь хотел в этой позиции куда-то встать, то это было бы поле d5. Это блокирующее поле перед изолированной пешкой. Ну, учитывая, допустим, что чёрные уже избавились от связки. То конь, если бы стал на d5, то это было бы мощное поле. И поэтому вот этот ход жертвует пешку, но заставляет чёрных занять это поле. И конь не сможет сюда пойти. В общем, ход, который многоцелевой. Освобождение поля, вскрытие линии c и блокирование полей чёрных. Блокадная жертва. Ну, если здесь пойти в этой позиции король f7, то есть не брать пешку ничем, тогда белые берут. Ну, например, такой вариант. Занимают тогда линию d ладьёй. Гонят ферзя. И ферзь должен уйти так, чтобы защищать поле d7, иначе ладья вторгается на 7-ю горизонталь с шахом. Ферзь c8. Теперь белые могут дать шах на c4. Такой шах. Вот такими шахами приближают ферзя. Здесь они могут под защитой ферзя пойти ладья e6. Ну, примерный ход. В принципе, у чёрных тут большого выбора нет. Король мешает войти ладье. Ферзь мешает также ладье, поэтому может быть такой ход, чтобы как-то ладью вывести. Тогда белые занимают линию d тремя тяжёлыми фигурами. Например, ферзь e8, и ладья вторгается на 7-ю горизонталь. И позиция белых подавляющая. У них здесь подавляющий перевес. Пешка b7 висит, и король по-прежнему в тяжелейшем положении. Ладьи не связаны. Три фигуры здесь по линии d. Вот такой примерный вариант, что было бы если бы не взять пешку. Поэтому чёрные волей-неволей должны брать пожертвованную пешку. И стенит сыграет конь d4. Он стремится конём на e6. Ну, король f7, чтобы как-то ввести ладью. Конь e6. У белых белые с помощью такого мощного коня создают угрозу. Это ход ладья c7. Если ладья станет на c7 под защитой коня, то это 7-я горизонталь. Здесь связка этого коня, здесь все были пешки чёрных. И позиция белых была бы подавляющей. Поэтому здесь надо не давать ладье, а стать на c7. И борделебен играет ладья c8. Ну, это всё, что он может сделать в этой позиции. Ну, ладья ушла с королевского фланга. Королевский фланг несколько ослаблен после отхода ладьи. И теперь такой вопрос. Вот в этой позиции белые могут сделать ход, который содержит в себе две угрозы. Различные угрозы. Можете ли вы найти этот ход? Кстати, если чуть вернуться после К6, если здесь пойти К6, перекрыть линию c, то К5 с нападением на ферзя и на пешку в некоторых вариантах. Это важно. То есть, если ферзь уйдёт, скажем, на d6, то белые берут на b7. То есть, ферзь должен так отойти, чтобы защитить эту пешку. И тогда следует вот такой шаг ферзём. И двойной удар. Важная пешка d5 теряется. Например, после g6 ферзь берёт на d5. И это даёт белым подавляющее преимущество. Поэтому ладья c8 было сыграно. И вот какой ход здесь белые могут сделать с двумя угрозами. Может быть, это ход ферзь h5 шаг, нападая на короля и на пешку. Но после ферзь h5 король идёт на g8, защищает пешку. И тогда самое страшное для чёрных позади. Чёрные как бы сделали вот эту искусственную рокировку. Здесь они поставили против по линии c. Ну и они могут дальше сопротивляться. А у них лишняя пешка, между прочим. Это не тот ход, который сделал Вильгельмстенец. А ход этот ферзь g4. Угрозы белых первая ферзь берёт на g7. Например, если взять на c1, примерный вариант, ферзь берёт на g7 шаг, король e8, ферзь f8, мат. И вторая угроза – это отскок коня. Например, конь g5 шаг. И тогда по диагонали атакуется ферзь. Например, конь g6. Ну тогда конь g5 выигрывает, потому что ладья не даёт королю защитить своего ферзя. И после взятия ферзь берёт на d7. Выигрывается ферзь и партия. Поэтому на ферзь g4 единственный ответ – это g6. То есть, уводя пешку g7 от удара. И вот здесь стенец всё равно делает сильнейший ход и играет конь g5 шаг. У чёрных есть единственный ответ – король e8, защищая своего ферзя. И в этой позиции стенец провёл блестящую комбинацию, которая и вводит эту партию в число лучших партий шахматной истории. Можете ли вы найти, скажем, первый ход этой комбинации? А может быть и всю комбинацию? Здесь стенец играет. Ладья берёт на e7 шах. Значит, такая комбинация нечасто встречалась в шахматах. И она восхищала всю дальнейшую шахматную общественность. А тема этой комбинации ладья e7 – устранение защитника. Значит, конь e7 защищает короля. То есть, ладья e7 устраняет последнего защитника. Но вот выясняется, что эта позиция настолько острая, что здесь нужно было учитывать различные ответы чёрных, не только самые очевидные. Например, если взять ферзём на e7, то ладья берёт на c8. То есть, ферзь уходит, и ладья c8 остаётся без защиты. Ферзь c8. У короля нет отхода, надо играть ферзь d8. И после размена ферзей белые остаются с лишней фигурой за пешку. И выигрывают. Если в этой позиции взять королём, то стейнец планировал такую комбинацию. Ладья e1 шах, король d6, ферзь b4 шах, король c7, конь e6 шах, король b8, ферзь f4 шах, ладья c7, и конь берёт на c7. И у белых в данный момент лишняя фигура за пешку. И грозят отскоки коня на все возможные поля. Грозит ход ладья e8 шах, и защиты у чёрных нет. Позиция чёрных проиграна. Это было бы в случае, когда король берёт на e7. Но Борделебен здесь делает другой ход. Король f8. И выясняется, что и фигуры белых под ударом... Значит, например, если белые бы сейчас забрали ферзя, то они после ладья c1 получили бы сами мат по первой горизонтали. А если они бы сейчас побили ладью, то после взятия также грозит шах по первой горизонтали, и фигуры белых висят. И ферзь висит. Опять нельзя брать на d7 ладья и конь висит. И вот в этой позиции комбинация стейнется, продолжается ходом ладья f7 шах. И вот в чём красота этой комбинации, что ладью опять нельзя ничем брать. В случае ферзь берёт на f7, снова следует ладья c8, и ферзь c8, и конь h7 есть, но у белых уже лишняя фигура. И вот белые остаются с лишним конём. В случае здесь король e8, то ферзь берёт на d7 мат, то есть на e8 нет хода. И брать ладью нельзя. И чёрные играют король на g8. И снова из-за того, что грозит мат по первой линии, нельзя брать ферзя белым. Нельзя брать ладьёй, нельзя брать ферзём. Что делает здесь стейнец? Он играет ладья на g7 шах. Уже даже не под защитой коня. ферзя. Если здесь пойти... Ну, опять же, если побить ферзём, то ладья берёт на c8. То есть те же идеи, и чёрные проигрывают. Если взять ладью королём, то ферзь теперь берёт ферзя с шахом по 7 линии. То есть королю нельзя становиться на 7 линию. Если пойти король f8, то следует конь берёт на h7 шах. И опять, если король e8, то ферзь берёт на d7 мат. И поэтому король вынужден пойти на 7 линию, взять ладью. Ферзь берёт на d7 шах. И белые выигрывают. После ладья g7. Борделебен играет король h8. Может быть, это вечный шах? То есть ладья даёт шахи. Потому что взятия нет из-за угрожи чёрных поставить мат. И взять ладью на c8, ладья c8 всё равно будет грозить мат. Может, это вечный шах. Но король чёрных защищён вот этой пешкой на h7. Она защищает короля. Здесь следует ладья берёт на h7 шах. И вот в этой позиции как раз Борделебен увидел, что он проигрывает. и покинул зал. И стенец показал зрителям варианты, которые должны были случиться в этой партии. ладья g7 шах. Ну опять же, если ферзь берёт на h7, то следует ладья берёт на c8 шах. После взятия тут ферзь теряется, если не мат. Король g8 надо играть. Тогда следует ладья g7 шах. Примерно такая же позиция, как была здесь. И мы показывали, что брать ладью нельзя. И что единственный ход это король h8. Но здесь нет пешки на h7. То есть, если, например, король f8, то конь h7 выигрывает. Так как король должен побить и пойти на седьмую линию. И поэтому и брать ладью опять же нельзя. И за ладья c8. Поэтому надо идти король h8. Но нет пешки h7, которая защищала бы короля от шахов. И белые дают ферзь h4 шах. Король должен бить ладью. Ферзь h7 шах. Король f8. Но снова нельзя брать ферзя. Потому что всё время грозит мат на c1. Ферзь h8 шах. Короля не отхода на f7. Единственный отход на e7. И белые вот такой лесенкой приближают своего ферзя к королю. В этой позиции, если пойти король d6, то следует ферзь берёт на f6 шах. Единственный ход ферзь e6. И ферзь берёт на e6 мат. Если пойти король d8, то, в принципе, будет та же позиция, что и в партии получилось. Но в партии это получается через пару ходов. Ну не в партии, вернее сказать. В партии этого ничего не было, а в тех вариантах, который показал стениц. Который он задумал. На король e8 белые вынуждают шахом. И шахом на f7 вынуждают снова ход король d8. И теперь дают шах на f8 ферзём. Ладья отрезает короля. Он не может пойти на c7. Единственный ход ферзь e8. Конь f7 шах. Единственный ход король d7. И ферзь есть мат. Вот такой ипполетный мат. Вот эти как бы две фигуры. Это ипполеты. И король получает мат. Вот так должна была закончиться эта партия, если бы фон бордилебен не покинул турнирный зал. Тем не менее, эта партия получила приз за красоту. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от этой партии. И возможно, вы получили пользу от этого видео. Ещё раз напомню, что в примечаниях к видео есть ссылка, которая позволит вам в следующий раз сразу попасть, не начинать это видео, не полностью его смотреть с самого начала, а попасть в заключительную часть видео. Можете посмотреть любые моменты, повторить при желании. И ещё раз скажу, что на моём сайте есть страница 400 партий Стейница, которые интересно также просмотреть. Хотя партии не прокомментированные, но тем не менее интересные. И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго! До следующих встреч!